Дамы, всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял. Сегодня у нас 45-й лоскутный эфир. В предыдущем 44-м мы с вами говорили о ножах и матах. А сегодня мы с вами поговорим о матах и линейках. Кратинечка! Часто меня спрашивают, какого размера коврик нужно покупать для резки ткани. Ну, начнем с основной мысли. Вообще, как нужно резать ткань? Ткань можно резать, конечно же, ножницами. Вот это обычные портновские ножницы. Вот это портновские ножницы с зубчатым краем. Ими хорошо резать трикотаж. И даже обычную ткань, она не осыпается. Но в лоскутном шитье борьба идет за каждые полмиллиметра. Поэтому ткань нам лучше всего резать при помощи ножа и мата. Про ножи мы вчера поговорили. Нож это вот такой дисковый нож. Ну, а что касается мата, то это не то, что вы подумали. Это специальный резиновый коврик с самовосстанавливающейся резиной, на котором удобно резать. Ну, смотрите, он выглядит примерно вот так. На самом деле, меня спрашивают, какого размера коврики надо покупать. Ответ я знаю. Нужно покупать коврик максимально большого размера, который вам позволяет площадь нашего стола. И сейчас я объясню, почему. Я начала заниматься петчворком в конце 2013 года. И первый коврик, который я купила, это вот такой коврик. У него здесь вот, посмотрите, измерение есть в сантиметрах, а вот здесь вот измерение в дюймах. Но в сантиметрах он составляет 60 на 30. И сразу оптимальная линейка для такого коврика. Естественно, такая же. Видите? 30 сантиметров, не больше. Потому что большая линейка на этом коврике орудовать трудно. Ну, когда я стала вести мастер-классы, мне понадобился коврик, так сказать, выездной. И смотрите, вот на этой стороне устройство, чтобы гладить мягко, а вот здесь, чтобы резать. Ну, вот вы сразу видите, что коврик очень сильно пострадал. Потому что, когда гладят, вот эта вот штучка, резиночка, она все-таки искажается. И сейчас вот он у меня по-прежнему выездной рабочий. Смотрите, он такой поюзный. Я беру его на мастер-классы, но уже очевидно, что жизнь этого коврика будет, ну, не слишком уже долгой. Потому что он вот уже весь такой пострадавший. Следующий коврик, который я купила, был гораздо больше. Это коврик, смотрите, вот здесь у нас, ой, боже мой. Ну, короче, вот здесь у нас 60, здесь у нас 45, а вот здесь 60 см. С этим ковриком уже удобно орудовать вот такой большой линейкой. Он удобный. И, смотрите, я его очень хорошо поюзала. Тоже две стороны у него в дюймах и в сантиметрах. Но, рано или поздно наступает момент в жизни каждой лоскутницы, что человеку требуется большой коврик. Самые большие коврики 60 на 90 см. Я, конечно же, вам его покажу. Вот он у меня на столе, посмотрите. Это самый-самый рабочий коврик в моей жизни. Но, если вы посмотрите внимательно, вот здесь посередине он уже вытерт. Почему? Ну, во-первых, потому что все конечное, коврики тоже конечные. Во-вторых, когда вы пользуетесь ковриком, лучше всего ткань резать вот так не вдоль, а всегда наискосок. Тогда истираемость коврика становится значительно меньше. То есть, оптимальный коврик, самый большой, который есть, это 90 на 60 см. Ну и немного о линейках. Линейки бывают разные. Ну вот смотрите, вот линейка в сантиметрах. Достаточно удобная, хорошая линейка. Один минус. Нет ни скользящего покрытия. Иногда соскальзывает. Появились линейки, есть такая же линейка в дюймах. Вот она. Здесь она у нас составляет 6,5 дюймов, а здесь она у нас 11 дюймов. Очень удобная линейка, особенно для обрезки квадратов. Вот так и вот так. Самая рабочая ходовая линейка прекрасная с антискользящим покрытием. Вот такая. Ширина 15 см, длина 60 см. Ну посмотрите, вот по степени ее уже потертости, вы видите, что это у меня самый рабочий инструмент. Если вы покупаете большой коврик 60 на 90 см, самое оптимальное купить к нему вот такую линейку. Будет вам счастье. Ну и еще немного о своих помощниках. По случаю я покупала вот такие вот прямоугольнички. Линейки, видите? Вот здесь угол прямой, а вот здесь он уже немножко скошенный. По ним очень удобно вырезать шаблоны. Хороший угольник вот этот. То есть это мы можем вырезать шаблоны побольше. И если вы видите, вот здесь вот у меня прямо нанесены линии. Я наношу их маркером, вырезаю, что мне нужно по шаблону, а потом эту линию просто стираю. О, резинка обычная. И сейчас еще стали появляться вот Аврора. Посмотрите, с антискользящим покрытием. Это угольнички с углом 60 градусов. То есть если вам что-то нужно нарезать 60 градусами, вот это тоже очень удобно. Ну и вот еще линейка у меня есть. Вот такая вот. Не слишком часто я ее пользуюсь. Ее позиционировали зарубежные производители, как для нарезки там полосок изба. Ну, редко. Итого, коротко смысл. Самый ходовой коврик большой 60 на 90. Если режетесь, режьте как можно чаще наискосок, потому что вот это место будет вытираться. Самая ходовая линейка к этому коврику. Ширина 15, длина 60. Второй по ходовости коврик 60 на 45. Вот он. Удобная к нему линейка. Та же самая 60 на 15. Ну, а если вы любите линейку поменьше, то удобная линейка будет вот эта. 15 на 30 сантиметров. Ну, и, наконец, если у вас очень мало пространства, то вы можете взять вот такой коврик. 30 сантиметров на 60 сантиметров, на 45 сантиметров, извините. Если вы вдруг едете на дачу, и у вас там нет гладильной доски, то двусторонний коврик. С одной стороны мат, с другой стороны гладильная поверхность. Вот, собственно, все, что я хотела вам сказать. Покупайте себе коврики, линейки, занимайтесь лоскутным шитьем, и будет вам счастье. А сейчас с тем пока. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных идеал. 45-й лоскутный вверх, эфир, вторник. Пока.